Я повторил и повторил. Я повторяю не раз, проблемы человека есть проблемы человека, и они никак не зависят от окружающего его материального мира, потому что материальный мир идеален, как идеальна вечность, частью которой он и является. Я поместил людей в это идеальное пространство, где всё есть для человека, в том числе все условия для существования и возможности для совершенствования человека до моих высот. Единственное негативное, что было сделано, так это искусы лукавого, заставляющие человека, как и предполагалось, сделать собственный исторический выбор между добром и злом. При этом для человека должно быть понятно, что жизнь с Богом есть добро, а жизнь без Бога есть зло. Вот и все испытания мои для человека на земле. И по моим меркам они, казалось бы, самые простые и понятные для человека. Но, как показала жизнь, впоследствии, что это самые сложные испытания для человека, для его сознания. Человек в условиях необходимости принятия собственного решения в пользу добра или зла на фоне искусов лукавого оказывается беззащитным от них и самостоятельно, без нажима лукавого, опускается вниз, в мир грехов и пороков, вместо того, чтобы подняться в совершенствовании своем до высот моего уровня. Падение человека в грех, моральное разложение привели к тому, что за тысячелетия человек так запутался в грехах и пороках, что выпутаться самостоятельно он уже не в состоянии, несмотря на все мои подсказки от людей, получавших и получающих от меня знания по объяснению устройства миров и вечности. Человек, как часть вечности, вынужден и должен жить по ее законам, и всякое отклонение от них только усугубляет проблемы человека, делает его элементом, вносящим дисбаланс в системы миров, а потому нежелательной составляющей вечности. Счастье для людей, что свое отрицательное влияние они еще не могут и не успели распространить во Вселенной. Но если вспомнить историю развития человечества, то можно увидеть, что все попытки людей выйти за пределы Земли пресекались моим вечным порядком неукоснительно. Высшая гармония, мой миропорядок, не признают дисбаланса сил, нарушающего строение системы миров. Поэтому для человека есть только один путь — жизнь на Земле по законам вечности. Преназначение для людей на этапе материального мира есть только одно и самое простое — совершенствование сущности человека, повышение его духовности, стремление быть в духе, стремление познания истины, познания Бога. Когда я говорю о познании истины, о познании Бога, я имею в виду познание моего мира, его гармонии и высшего порядка. Все, что имеет человек, и все его проблемы, как на уровне семьи, так и на уровне рода или государства, есть порождение и результат грехопадения людей, отступивших от законов вечности, от истины, от Бога. Выправить эту жизнь, уйти от грехов и пороков человек может только одним способом — стремлением к совершенствованию личности, стремлением к познанию истины и Бога. Стремление к вере, стремление к Богу определяет моральные понятия, критерии человека, а познание истины в вере, познание Бога определяет нравственное существование человека на земле и путь ко мне. Поэтому на один и общий для всех людей вопрос, почему так трудно и так сложно жить на земле, я могу ответить практически одним словом «потому, что таков человек». Все беды ваши от вас. И для решения всех проблем у людей нет ничего проще, как сделать шаг к Богу, принять мой миропорядок, а не тратить все свои силы и способности на удовлетворение своих похотей, грехов и пороков. Нет пороков и грехов только у человека, который живет по моим законам, «и этот человек светел, потому священ моим светом, моими знаниями, а вечен потому, что со мной, потому что в духе и в вечности». Повторяю, что все очень просто для человека. Нужно только выполнять свое предназначение и стремиться к совершенствованию своей личности, и стремиться к Богу. «Скажите, что действительно может быть проще — жить по моим законам, выполняя их и понимая, что выполнение их есть объективная реальность и условия пребывания человека на земле». Но, к сожалению, этот, казалось бы, такой простой шаг оказывается самым трудным шагом для человека, и сделать его люди не могут уже сколько тысячелетий, что только не придумывая для объяснения своей греховной жизни. Вся история человечества говорит и подтверждает то, что на все способен человек, и талант его безграничен. Кроме одного — не может он сделать самостоятельный шаг к порядку, к вечности, к Богу. Что только не было придумано им для познания материального мира, уже открыты почти все тайны Вселенной. Но все эти открытия потребовали за века от человека столько усилий и столько ресурсов. Но самое главное — потеряны сотни лет проб и ошибок. Но все можно было бы очень просто узнать, спросив у Творца, у меня об этом. И, конечно, я всегда готов открыть людям все кладовые мира, объясняя строение миров и вечности. Сотни лет упрямства стоили человечеству слишком дорого, и это упорное отвержение моего миропорядка есть цена безбожия, цена жизни без веры, без понимания истины. Но этот заколдованный круг человека может быть прекращен в одночасье простым шагом к вере, к истине, ко мне. Но для человека, что просто, то невозможно. Усложнение своего пребывания на земле есть постоянное стремление человека без веры, без Бога, находящегося в дисбалансе с окружающим миром. Редактор субтитров А.Семкин